Переключайтесь, а сейчас я хотел, чтобы наши зрители подумали и решились, а может быть сразу взяли и дозвонились в студию программы «Новое утро» по телефону 580101, потому что у нас есть еще один розыгрыш, и мы обещаем, что человеку, который согласится помочь нам его провести, мы презентуем очень симпатичные подарки. А потом мы расскажем вам, что это за подарок, так что пока дозвонитесь 580101, нам нужна ваша помощь. Прямо сейчас рубрика «Песенник», и сегодня мы поговорим о песне, которая называется «Винус», которую спела изначально группа «Шокинг Блу», потом ее перепела группа «Бананорама», изменив рок-направление на хит. И кто бы не перепевал эту песню, известную в России больше под названием «Шизгара», они становились и популярнее, и популярнее песня живет до сих пор, и я нисколько не сомневаюсь, что вы тоже будете ее подпевать прямо сейчас. До и после появления песни «Винус» группа «Шокинг Блю» мало кого интересовала. Да и кто знает настоящее название песни? А вот если спросить советского меломана, знает ли он «Шизгару», положительный ответ обеспечен. Ведь именно по таким названиям ее знают, как говорится, в народе. «Шокинг Блю» на момент появления «Винус» записали уже три альбома, но они не пользовались популярностью даже в родной музыкантам Голландии. «Винус» принесла им поистине всемирную популярность. Маришка Верес, вокалистка «Шокинг Блю», часто пела со своим отцом, игравшим на скрипке в цыганском оркестре. Не совсем обычный вокал и привлек внимание меломанов, ибо песня-то особой оригинальностью не отличается. И вдруг вот эта песня с очень узнаваемым гитарным вступлением, которое вообще-то было свистнуто из песни группы «The Who», что совершенно официально всегда признается, вдруг она стала огромным хитом и в Великобритании, и в Америке, попала на первые строчки хит-парадов. «Винус» в переводе на «великий и могучий» – «Венера». Она о необыкновенной женщине-богине. «Венера» обладает невероятными способностями, своими кристальными глазами превращает каждого мужчину в настоящего мужчину. Оттуда и получила свое причудливое название «Шизгара», что на самом деле звучит как «Шизгадет». Она добилась своего. Диско-гелсбенд «Бананорама» в 86-м году записывает кавер-версию песни «Винус». Девушкам пришлось изрядно потрудиться. Песня им сразу полюбилась, и они исполняли ее на своих концертах. Но стоило им предложить своим продюсерам сделать из «Винус» диско-версию, как те давали задний ход. Но «Бананорама» на тот момент уже не была начинающей группой, они существовали уже 5 лет. Поэтому им проще было отказаться от своих продюсеров, чем от идеи перепеть «Винус». И все-таки нашелся тот человек, который поверил в то, что из рок-хита 70-х можно сделать танцевальный хит конца 80-х. Кавер «Винус» и даже видеоклип на нее вышли в свет. Кстати, до песни о «Венере» хорошенькие личики певиц привлекали публику даже больше, чем их песни. В видеоклипе, в котором они представили в таких очень экстравагадах, был такой перелом в имидже группы. До этого они выступали в имидже таких девчонок из соседнего дома, такие какие-то джинсы, какие-то шортики, что-то такое, причесочка какая-то легкомысленная. Вот, а после этого они стали такими роковыми женщинами в обтягивающих костюмах, в латексе, там что-то такое. Бесконечная и вечная музыка. Если песня действительно хороша, то совсем не важно, кто ее исполняет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вообще же искусство – это один из способов самовыражения, да, но в данном случае...